Ждать, ждать встречу между командами АСК Копчега и Кьюстан. Там уже будет, главное им сегодня победить, а там уже не от них будет зависеть, на самом деле. Все, там будет все зависеть от АСК Копчега. Ну что, я знаю, что Акнет Бурга уже какой сезон становится четвертыми. И у них есть очередной шанс стать четвертыми. Ну, ребята, я знаю, очень хотят зайти все-таки в стройку, им же надоело быть четвертыми. Ну что, Акнет Бурга в желтой форме, Исар, как обычно, в темно-синей. У Исар, я знаю, сегодня есть потери, нет Исабаева, нет Сатова, нет Коребекова, нет Жумадилу. Жумадилу вообще что-то я давно не видел. Так что потери серьезные. Посмотрим, смогут ли дать бой в этом составе Исаровцы Бурге. Бурга в своем самом боевом, по-моему, составе. Даже Кишельбаев пришел, вот я его вижу. Аслан, а нет, где? Где? Нет, я перепутал, что ли? Нет, вроде есть, вон он в шапочке. Аслан, привет тебе от нас всех. Наконец-то ты вернулся. Будем наблюдать за твоей игрой воочию. Ой-ой, как здорово сыграна подача. Там Теплухин! 1-0, это 22-й гол Теплухина в этом сезоне. Вот так, в самых-самых первых минут выходит вперед Акнет Бурга Теплухин. Продолжает гонку преследования лидеров, конкретно Каденова, в списке бомбардиров. Вообще, Сева, запоминай, а то ты любишь ненужную информацию распространять. Неверные инсайды. А сейчас Мейербан атакует, Мейербан бьет. Ганджа Максим блокирует его выстрел. Запоминай, внимательно, вникай, вслушивайся, чтобы потом распространял верную информацию. А Теплухин забил уже, вот это 22-й его гол. Вообще, он в этом сезоне, перед этим сезоном, он был 15-м в Лиге Ц, вообще, в истории по забитым мячам. Вот в этом сезоне он 22 забил, и он уже 8-й. Он обогнал некого Алиева Тимура, которого я не знаю. Вот у Теплухина уже 86. Сегодняшним мячом. А, нет, это 87-й сегодня он забил, и он вышел на 8-е место в истории Лиги Ц. Представляешь? И ему всего, вот теперь уже 2 гола до Бочарникова Николая. До 5-го, 6-го там Бочарников Николай и Уалиев Улжас. У них по 89. Поэтому есть еще у Теплухина такая серьезная мотивация, даже в этом сезоне он может 5-м стать, если обгонит Бочарникова и Уалиева. Ну, а там уже дальше впереди Афанасьев, у него 105, это далеко. Но есть еще одна, быстро, но информация, что в этом сезоне, наконец-таки, за много-много лет сменился лидер в Лиге Ц. Наконец-то Истомин Константин, он же Куман, уступил первую строчку. А, Сео, как ты думаешь, кому в Лиге Ц? Еще, ой. Ты пока думай, пока Азамат атакует. Хорошая передача в разрез, нет. Талаб ее прерывает, Теплухин на дубль пошел. 1-1. Как сказал перед этой игрой ваш всеми любимый оператор, по его мнению, Теплухин похож на Берсерка. Не знаю, почему именно это пришло в голову оператор. Но он вчера смотрел Манчестер Юнайтед до утра. Поэтому, что у него сейчас в мозгу, я себе представить не могу. Так кто на первом месте в Лиге Ц, Сео? Каменских Павел. Ты себе можешь представить? Ну, конечно. Он обогнал Истомина, и у него теперь 145 забитых мячей в Лиге Ц. А он этот в этом сезоне много забивал? 9 всего. А, 1? Ну, он просто у него сезонов 20, наверное, в Лиге Ц. И пустые ворота нужно забивать. 2-0. Акни от Бурга под наши скучные обсуждения лучших бомбардиров. 2-0. 2-0 уже впереди Бурга. Браво, браво. 2-0. Это да, будет уже тяжело отыграть. Сео, пока я про Теплухина все это рассказывал, даже стартовый состав не объявил, а на поле появляется Кишельбаев-Аслан. Легенда, легенда. Сео, я говорил на прошлой неделе, что моим кумиром является Кушербаев. Нет, мой кумир это Кишельбаев-Аслан. Легенда, настоящая МФЛ. Настоящий мастер. О, шифу вернулся. Это что такое? Я думал, ты какую-то записку передаешь. Азамат, сам пошел, хорошая передача Мейербана. Чуть-чуть не точно. Да, давно пора сделать зал с вами. Да. Вообще, знаешь, между тем, пока Теплухин бьет рекорды в Лиге С, его попал рекорд в этом сезоне в Лиге Б. Вот если много лет лидировал в Лиге С по общему количеству забитых мячей Истомин Константин, то в Лиге Б очень много лет лидировал как раз-таки Теплухин в Лиге Б. Но его в этом сезоне сместил Марлан Мужиков, который забил 19 и с первого места Теплухина сместил. Это еще одна мотивация, чтобы выйти в Лигу Б и там Теплухину снова забирать лидирующие позиции. Кому? Кто? Кишельбаев свалил. Но Кишельбаев такой жесткий игрок. Это всем известно. Штрафной опасный сторону ворот Алиша, как он попросил себя называть, голкипер Акнет Бурги, который сегодня обещал седьмой сухой матч провести. За команду. Сева, а у нас ноутбук отключен. Сева, вот ты вообще молодец. Видимо на холоде совсем он все устал. Там батарея наверное подустала. Ну да ладно, мы будем продолжать комментировать. Мы выложим эту игру потом в записи, да Сева? Там есть место на флешке? Я же не освобождал. Мирбан с мячом. Назад передача на Азамата. Азамат. Перевод на Идиля. Идиль. Диас. Назад на Ушкуна. Сфалили сейчас на Данияре. А кто это под 20 номером в Айсаре? Я не так часто его видел. Сесеков Дамир. То Ганжа Максим заряжает. Ну конечно. Бей вперед игра придет как говорится. Возможно он хотел как, не знаю, как Колодин в 2008. В перекладину попасть, не знаю. Но с таких позиций, конечно же, в лиге Ц я не припомню, чтобы кто-то забивал. Азамат. Что это новая пошла? Идиль. Азамат. Передача на 6 номер это Исабаева, да? Ну это Диас, насколько я помню. Да, это Диас. Геныш сфотал тоже протокол, не в дом. Мейрбан на Азамат, Азамат. На Идиля, Идиль. Ну что, Сева, про Бургу поговорили. Что можно сказать про Айсар? Первый блинкоман, да? Команда ставила серьезные задачи в этом сезоне. Но первая половина сезона оказалась не совсем удачная. Много команда проиграла. Поэтому пока только вот так. Седьмое место. Пока предел для команды. в этом сезоне. Ковалев! Ветераны команды Бургии друг друга как в этом. Ну как в старину. Уважительно по имени. Алексей говорит. Алексей, наверное, Максим говорит. Максим, давайте мне, пожалуйста, передачу поаккуратнее. Мейрбан бьет. А может быть, Алексей, это начальник? Максим. Только с этим я могу. Только с... Ну а как? Ну как ты? Вот я же тебя не называю. По... Этот... Как... Как тебя полностью... Ха-ха-ха. Я даже не знаю, как тебя полностью. Всеволод. Я же к тебе не обращаюсь. Всеволод. Мейрбан. Бьет Мейрбан. Мейрбан и как раз у него седьмой номер. Слава, брат, какая минута? Уже 2-0. Минута где-то 14-ая, наверное, да, Сева? 2-1 уже счет. 2-0 вели Акни от Бурга. Вот сейчас. ИСР подсократили немножко счет. Заголовок там опять неправильный, по-моему. А, или это ты тот. Тот менял. Это, наверное, Тимур пораньше писал. Тогда еще. Да. Или что? Ну, я вижу, Ак. А дальше не вижу. Атлант ТГК написано. Ну, это, видимо, та, то, что висит еще. Мешок ты. Ну, ты же запустил, как Атлант ТГК, а потом менял. И, видимо, там висит до сих пор. Азамат. Кто это под 18-м номером появился? Тимур, спасибо, спасибо. Мы поменяли, видимо, там на Ютубе не поменялось. Название трансляции. Теплухин. Сфалили. Мейрбан сфалил. Талап. Кишельбаев. Где магия от Кишельбаева? Вот она, передача на Талапа. Стенка. Ай, могло получиться красиво. Но Теплухин ошибся. И Мейрбан. Еще одна атака пошла. Криштиану. Криштиану. О, там вот он. Он завелся. Лучший игрок мира. Лучший игрок Лиги С. Еще один момент у Мейрбана. Но на этот раз Алиш отражает. Удар. И надо выбить. Мяч, да. Пауза нужна. Вот и не случился сухой матч Алиша. Мейрбан пробил. Все-таки удалось Мейрбану пробить. Алишера. Ну, мне кажется, там не фалили. Просто упал неудачно Мейрбан. Кишельбаев. Еще одна разрезающая передача. И я опять не точная. Эй, Яслан, где ты? Где ты? Вроде такой же сухой. Ну, что-то с передачами нужно поработать. Конечно, поработать надо. Согласен ты с его со мной? Ну, совсем не точно. Да? Алиш, тащи. Алиш не вытащил. А вот сейчас вытащил. Смотри, Мейрбан уже четвертый раз ударил. Исара, это как Манчестер Юнайт. Это играет только Криштиану Роналду. Играет только Мейрбан. Хорошо. Талап. Талап ошибается. Мейрбан. Сам пошел. Смотри, у него эйфория какая-то. В него вселился Криштиану Роналду. Он сейчас просто летает на поле. Криштиану Роналду вселился в него и не понял, откуда в его организме так много мяса. Ну, в смысле, Криштиан Роналду, наверное, не ест мясо. А Мейрбан точно, наверное. Ну, вряд ли вот по телосложению Мейрбана можно сказать, что он вегетарианец. Все, Мейрбан устал, меняется. Вместо него на поле появляется под 17-м номером. Битикбаев-Дидар. Пытался зацепиться за мяч Дидар, но мяч покинул поле. Вышел за линию. Снова передача вперед, снова не точно, но забивать нужно, уже наказывать нужно за эту нерасторопность защитников Акнет-Бургим. Мукажанов-Ернар пробивал. Ну, чуть не подошел к мячу, мне кажется, правильно. Поэтому мяч ушел выше. Кишельбаев продолжает феерить с отрицательной стороны. Вот Аслан вперед пошел на Теплухина передача. Теплухин бьет на этот раз Ушкун. Отражает выстрел. Ядель пошел хорошо от Теплухина. Ушел, нужно простреливать. Эх, закопался, закопался. Прострелить успел, но тут Талап на опережении, на подборе. Защитники ИСАР оказались. Ернар с мячом. Сделал передачу на своего партнера. Это был Кабдул. Да, Медед. Медед нанес удар, но там защитники его выбили на угловой. О-о-о-о. Что за выстрел от Дамира? Это совсем не точно. Симуляция чистой воды. Ну, не симуляция, просто упал неудачно Мейербан. Что, свалили на Теплухине? Не Берсерк, а Викинг, да, наверное? Какой Берсерк? Ну, ты как скажешь, Берсерк? Мы Берсерк какие-то Викинги. Берсерк – это никто не Викинг. Это Викинг. А, туда, дальше, на. Есенбека сделал передачу, но до Есенбека передач не дошла. Ой-ой-ой, какой обрез, Талаб. Нужно завершать эту атаку. Теплухин бьет. Не получился удар и там Ушкун. Что-то непонятное сотворил, но все-таки мяч на угловой выбил. Саламалейкум. Мера лучший. Осет Исабаев, брат, здорово. Да, Мейербан сегодня лучший пока свой матч, по-моему, в сезоне выдает. Кишельбаев. Свалили на него. Ну, нельзя заслуженного такого человека вот так просто завалить. Ой, небольшую травму там получил Кишельбаев. Пожелаем ему здоровья. Вместо него сейчас появляется Горжа Максим на поле. По-моему, на мяч, да, упал просто? Да? Колено, что? А, колено. Теплухин. Россием. Максим. Теплухин. Хорошо поставил спину, а слева... Ну, слева не такой хороший выстрел, как справа у Теплухина. Страшно там корчится Кишельбаев. Аж смотреть не могу в ту сторону. Ганджа. Ой, как обыграл его Диас. Красиво. Направо бы отдать сейчас. И Талап снова разговор. О, это жестко. Азамат сыграл. И еще дальше там Талапу досталось от Диаса. Ну, не специально Диас. Просто бежал он по инерции. Не смог перепрыгнуть. Да, это штрафной. И желтую карочку получает Азамат. И Ганджа Максим сейчас будет вторую свою попытку заряжать. Надеюсь, все помнят, куда улетела первая его. Первый снаряд, куда его отправился. Ганджа Максим. Нет, это на этот раз передача на Теплухина. И Теплухин в касане. Ну, давай, не будем это считать передачей. Нет, его ударом будем считать это не точно передачей. Таймас жалко, пишет Малик, по-моему. Или Майк. Не вижу. А Таймас... Таймас... Жалко. Тебе жалко? Мне не жалко. Таймас хороший сезон провели. Вот они примерно стартовали так же, как и Исар. Неудачно. Но смогли, да, переломить сезон. И до последнего претендовали на чемпионца. Но все зависело от Кунтуэсэс. Ну, это, я считаю, что это все равно... Мини-сенсация. Да. Ну, как Лестер. Да, это мини-сенсация. Никто не верил. Никто не ставил, да. Все, первый тайм закончен. Вот на этом опасном ударе игроков Айсарус. Ну, как-то не очень хорошо подрасслабились. Акни от Бурга. И вот момент за моментом появляется у их ворот. Технические неполадки, с которыми оператор наш наконец-то справился. Ой-ой-ой, какая ошибка! Ну, нужно забивать! Ну! Да, такие ошибки прощать нельзя. Футбол ошибок не прощает. Казалось бы... Оказывается, прощает. Все. Вот на примере Акни от Бурга, оказывается, прощает. А сейчас кто? А СК Копчегай, наверное, сидят и смотрят, и болеют за Айсар, да? За своих родных практически. Айсар же не с Копчегай, а с... Откуда? За Речной, да? Да? Есть, да, из Копчега. Но, как бы, я помню, что команда... Ой-ой-ой, ошибка теперь со стороны защитника Айсар и... Нереализованный момент от Джаксыгулова до Нияра. Но нужно забивать, нужно забивать. Подача опасна. Вот Сева, игрок под 13-м номером. Это у нас Машеков Асхат. Я его не часто видел в этом сезоне, но это как раз-таки тоже экс-игрок команды КСЛ, где играли как раз-таки Теплухин все свои голы в Лиге Б. Ковал, стрелял, забивал. Может быть еще кто-то, может Ганжа Максим тоже играл в КСЛ, я не помню. Ганжа Максим, ой, подкат какой, элегантный, ты видел? Сначала лег, потом ногу вытянул. Ну, молодец, молодец. Болеем как за земляков АСК Копчега, как землякам, да, за земляков. Могло бы быть и... Что? Могла бы уже быть третья команда. Не, ну видишь, АСК Копчега может Лигу С по результатам этого сезона покинуть. Азамат. Ой, ну что? Максим, конечно, на неимоверном каком-то чувстве сейчас мяч оставлял его. Мне кажется, там мог нападающий как-то сориентироваться. Да, вот сейчас Медед заменился и... А, Дидар, извиняюсь, заменился и сетует на себя, что ну как же я не пошел туда. Да, Мейербан появился снова на поле, снова крутит одного, второго. И да, и Ковалев уже там сфалил на нем Аслан. Аслан, ты живой? Ты не рассыпался там? Собрал? Назад собрал? Гена и врач, и хронометрист. Молодец вообще, сумел собрать. И Шельбаев, а сейчас может контратака? Нет, не получится контратак. Вообще, Сева, я в Лиге С болел знаешь за кого? В этом сезоне. Нет, почему? Чего за них болеть ни разу не налили в этом сезоне? Помнится коньяк. Это была предсезонная подготовка. И то я не... Тогда, да, я был в завязке. А этот каково? Там же Кусепов, вы же вместе одноклубники живёшь? Ну, так-то тут все друг с другом одноклубники в МФЛ. За всю жизнь кто-то с кем-то поиграл вместе. Нет, я болел за... Ковалёв. Ой, ошибается Ковалёв. Четвером пошли вперёд. Ах нет, Бурга. Диас, хорошая передача на Мейрбана. И на этот раз Криштиан Роналд по воротам не попадает. Чему Мейрбан не отпраздновал свой гол, как Криштиан Роналд? Ганжа. Хорошая внешняя передача на Ковалёва. Ковалёв дальше, а там махнул мимо мяча. Нападающий. Акнет, Бурги и Едиль. Нужно разгонять, пока не вернулся. Нападающий. Ну, Едиль бьёт с носка. Эх. Всё. Теперь, да, назад только нужно. Диас. Диас чем-то напоминает, да, Осета, да, Исабаев? Согласись? Вообще, знаешь, вот так я смотрю, они, мне кажется, брать... Может быть, да. Да, посмотри, даже бегают, похоже. И даже, смотри, ругается, как Касси. А может быть, всё просто... Вместе одно слово. На коротке, да, разыграли. И туда-назад передача на Ковалёва. Ковалёв дальше на... Максим, Максим, диагональ шикарная. Ну, нужно принимать. Всё красиво, всё по науке. Ой, что там? Что там? Пытался Асхат стеночку сыграть с Данияром, но... стеночка не прошла. Да, для интриги надо было поставить эту игру параллельно с игрой АСК Кьюстан. Вообще бы, конечно, это... Да, хорошая идея. Ну, видимо, кто-то либо Исаровцы, либо Акниятбурга попросили на неделе сыграть. Видимо, на выходных кто-то не может. Такое решение было принято. Я болел за команду «Наш футбол» в Лиге Ци. Ладно, я определился. Но они разочаровали меня в этом сезоне. Только ткач мне понравился. Такой же смешной, как юморист из команды Днепр, если кто-то помнит, в КВН такая команда играл. Едиль. 2-1 у нас. Интрига живёт. Ну, Акниятбурга любит себе приключения придумать сами. У них была... На самом деле, у них за три тура до конца были самые наилучшие шансы на третье место. Сева, ты знаешь? Но они Таяну, да, проиграли? Да? Таяну же проиграли? Ой-ой-ой, что делает Ушкун? Ну, нужно забивать! Максим бьёт и... Как самоотверженно! Как! Ну, браво! Я просто... Я поаплодирую! Угловой же! Да, угловой! Это я защитнику аплодировал за его самоотверженные действия, за то, что он интригу сохранил в этом матче. Это Кабдулда-Медет. Судя по протоколу. Тимур сейчас тоже, я думаю, должен поблагодарить. Медета. Куватов. Нет, не достал передачу. Откуда, откуда, откуда! Откуда! Вот Нур-Ахметова, Исымбек. Азамат. Исымбек. Нет, хорошо спину поставил. Медет. Сюда, направо. Здесь Диас. Диас стреляет со своей половины поля. Попадает в Куватова. И, смотри, стрельнул в Куватова. И ранение получил Куватов. Сейчас нужно замениться 18-му номеру. Передохнуть. Немножко перевести дух. Азамат бьет! 2-2! Что за матч? Азамат забивает. 2-2! Иска Копчегай ликует. А Иска Копчегай сейчас... Это знаешь, как этот... Иногда показывают, как команды смотрят матч в Лиге Чемпионов или когда за стыки играют за выход на Чемпионат мира. Как радуются команды, от которых уже ничего не зависит. Они по телевизору смотрят. И там, наверное, весь АСК Копчегай сейчас подпрыгнул и кричит. О-о-о! Где-то в каком-то пабе, если такие есть в Копчегай. Да, конечно, я шучу. Тимур, наверное, один. Один. Один Тимур и Каденов-Ярнар, который боится, что Теплухин его в гонке бомбардиров обгонит. Талаб, Теплухин. Да, Теплухин. Ну что, на себя только нужно. Да, сейчас нужно включать какие-то дополнительные силы. 2-0 вели. Желтая субмарина, да? Как Вильяреал. Так, нет. Бурга. Ушкун. Нельзя ошибаться. Передача на Диаса. Диас. Нам результат не особо важен. Надо самим побеждать, а не надеяться на других. Ну да, Тимур. Все правильно, все правильно. Все, все зависит от АСК Капчегаи в этом в этом сезоне. Но Акнет Бургато для интриги должны сказать свое слово и подняться туда на третью строчку по итогам этой игры. Теплухин. Теплухин бьет. Опять Кишельбаев по ноге получил. Азамат желтокарщик получил. А, это вторая желтокарщика для Азамата, для автора забитого мяча. И она превращается в красную. Две минуты Исар будет играть в меньшинстве. Это отложенная желтая карточка, которая превращается автоматически в красную для Азамата. Ну, Азамат не спорит. Да, он понимает, что наиграл. Талап на Кишельбаева. Кишельбаев. Кто там? Что там? Кишельбаев и Мирбан, как самоотверженно, как борется. Азамат сейчас получит дисквалификацию на полгода. Я думаю. Ганжа Максим. Талап. Прострел. Кишельбаев. Прострел. Еще один. И Куватов. Но нужно по мягче принимать, конечно. Сзади жестко, но чисто в мяч. Сыграно. Ганжа Максим. Куватов. Конец Айсар. Минута 20 для Азамата по той красной карточке и две минуты Мирбану. Это... Ну, в хоккее это гол, да, обычно. Ну, тяжело выстоять троем. Ганжа Максим. И... 3-2. Тут же. 10 секунд. 10 секунд. Это гол. Это гол. Это гол. 3-2. Один заходит. Или два заходит. Ну, браво, браво. Разобрался, конечно. Кто у нас забил? Это у нас забивает Нур Ахметов Есенбек. 3-2 впереди. Диас с мячом. На идилли. Ну, тут... Ну, только отыгрались и... Странно. Азамат взял, да удалился. Вроде сравнял. В общем, из героя в антигероя, да? Вот так. Буквально за минуту. Талап с мячом. Назад передача на Куватова. Куватов. Ганжа Максим. На соседнем поле игра закончилась. И, по идее, это должна была закончиться вровень. Но тут была стычка. Ушкун, вперед на... Едель. Нет, не зацепился. Ну, мяч сохраняется. Нет, сумел достать. Все-таки Едель уходит. А на дальнюю прострелить, а там никого. Потому что... Минус один. Вот бить нужно. Бить нужно. Диас. Направо. Бьет. Талап блокирует. Какой-то навал от Исар. Теплухин на подборе. Побровки нужно отдавать. Там снова Исымбек перекидывать. Ушкун угловой. Это будет. Угловой, да. 25 секунд остается и будет 5 человек. И будет еще какое-то время у Исара, чтобы отыграться. Подача. Куватов бьет. Коля, пожалуйста, выйдите. Справа. 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 Ядыль. Теплухин практически перехватил его передачу. Диас. Диас уходит от Теплухина. О, это штрафной. Это штрафной. Это штрафной и желтокаршка для Теплухина. Ну, извиняйся, Теплухин, да. Время добавлено. Да, время добавлено. Есть еще время. Есть время. выстрел. Тала блокирует. Браво, браво. Не я, я. Не ехаж. Не я. Не ехаж. Не я. Это штрафной. Это штрафной. Штрафной, штрафной. Да, задели Диаса. Поэтому немножко отложено, но это штрафной. Кьюстан больше нужно потерять очков в Акнет-Бурга. Ну да, даже у Кьюстан есть шансы. А, ну да, если сегодня Акнет-Бурга бы потеряла, то у Кьюстан даже были шансы на тройку. Но если Бурга выигрывает сегодня, то шансов практически нет. Да, по-моему, вообще нет, потому что личка лучше, я так понимаю. Теплухин на Талаба, ой, чуть-чуть не дотянулся Талаб. Чуть-чуть, чуть-чуть остается, ну, неужели случится? И поднимется Акнет-Бурга на третье место. Едель, Ушкын, ну, подключиться можно. Никто не открывается. Неужели силы покинули уже Исаровцев? В середину вот сюда. Медед открылся, но до него передача не дошла. Снова открывается Медед. Назад передача на голкипера Ушкун. Ушкун потихоньку-потихоньку подкрался. Ой, Медед. Не точная передача, но мяч остается у Исар. Назад нужно на Ушкуна. Назад на Ушкуна вообще не смотрит в эту сторону. Медед. Куда? В бассейн улетел? Мяч в бассейн улетел. Ушкун, Серега недовольный. Сейчас я подстрел, думал, смотри, думает, ну, е-мое, последние секунды уже домой собирался, а тут мяч улетел в бассейн. Алиш будет водить. Максим Аганжа просто выбивает. Да, нужно туда, вперед. Куватов, ну, прими. Нет, не примет Куватов. Выбивает мяч. Куватов, Данияр. Медед. Ядель Теплухин снова мог тоже на красную сейчас уже наиграть. Ой, хороший выстрел от Яделя. Там автобус, там автобус стоит. Куватов там просто бегает и мячи выбивает. Идель, вот сюда нужно направо. Есть зона здесь свободная. Хорошо. Хорошо, можно простреливать. Ну, где? Нету. Ну, вот Мейрбан, зачем красную получал? Единственный человек, кто атаковал в этом матче, там цеплялся что-то впереди. Ганжа Максим снимает верх. Главное, чтобы в Ганжу вселился Ван Дейк, а не Харри Магуайр. А то если Магуайр вселится, сейчас Ганжа Максим может и привести. Гол, собственно. И ворота. Ядель здорово. В подкате Куватов что? Ой-ой-ой, мяч в ворота летит. Ганжа Максим верил, верил, но чуть-чуть мяч разминулся с воротами. И Саар не теряет, не теряет еще надежды отыграться. Ушкун. Ушкун. Все, заканчивается время. Ехният Бурга одерживает все-таки.